Сегодня у нас было второе занятие по технике речи. Каждому ребенку очень полезно научиться излагать свои мысли. Поэтому сегодня с ребятами мы разбирали, кто такой оратор, что должен делать оратор и как тренироваться, чтобы стать хорошим оратором. Это такой человек, который вроде бы должен говорить не быстро и не долго, одновременно, только посреднее. А еще мы с детками разобрали такое понятие, как креативное мышление. Креативный человек – это тот, у кого появляется много новых мыслей. Креативно – это значит, ну, он очень любит рисовать, что-то выдумывает, разные рисунки. Каждый по-своему понял, кто такой креативный человек и для чего нужно развивать креативное мышление. Для того, чтобы потом в будущем быть хорошим человеком, грамотным. Чтобы вырастить в себе фантазию. Чтобы сделать вокруг себя жизнь интересной и сделать что-то новое. Уметь красиво говорить и никогда не перебиваться. Чтобы, например, придумывать слова. Еще мы сегодня на уроке учились читать наоборот. Как можно обратно прочитать слово, чтобы получилось другое слово? Это очень было трудно. Мы еле-еле справились. Мое имя наоборот – Лимаш. Мое имя наоборот – будет Мирак. Мое слово «наоборот» – это получается Данил Линар. И мой рисунок наоборот – вы увидели. Я не знаю, кто это, если честно, такой. Похоже на кита. Много странных животных появилось на этом занятии. Ребята получили листочки, на которых остались лишь фрагменты рисунков. Им нужно было его дорисовать, но изобразив выдуманное животное. Вот у меня получила змея, камни и дыр кита. Кота-рус. Он очень любит лезть в песок и водоросли. Больше месяца он не может выживать. Фос помогает ему быстрее летать. У него крылья золотые. Еще он живет в пещеры. Это тигры, зайцы, белка, птица. Она любит питаться мышками. Она любит играть с мячиком. Вот тут у меня мосок какой-то. Вот здесь я какой-то глазик еще дорисовала. У меня получился какой-то автобус. Короче, автобус – животное. У меня должна была получиться собака, но получилась гудяка-мубе. У него нет названия. Безназвенное будет. Это для истребления вируса. Его вызывают, он лечит от вируса и еще истребляет, если это сильный уже вирус. Я хочу вам рассказать про такое дерево. То, что у него большие ветви, и у него вверху растет цветок. Я нарисовал полулетучую мышь, полу-ежика, полу-обычную мышь, полу-крата, полу-лягушку и полу-бобра. Питается он золотой картошкой. Я нарисовала слона-зайца. Питается морковкой. Еще он питается маленькими камушками. У меня получился пеликан-крокодил-дракон. Он живет в йоркском периоде, и он любит жевать траву. Змея, она обитает на пляже. Кушает она разноцветные сосиски. Вот у меня какие-то динозавры, утка-мышь. Цыпленка, человека и петуха. Пофантазировать как-то так пришлось. А должен быть выглядеть щенок. Это что-то мороженое, которое живет в диких лесах. Кот-петух с крыльями. Колючь спиной. Гасан. Его так зовут. Питается он луком и картошкой. Рисовали и придумывали новых животных, ну, чтобы развивать фантазию, воображение. Потому что, когда ты, например, станешь придумывать разные истории, сказки, то тебе придется пофантазировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова